Недалее как вчера президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному Собранию. Обсуждалось много тем, очень много тем, но началась речь с вопросов демографии, а также говорил он о продолжительности жизни населения самой большой страны в мире. Согласно статистическим данным, она достигла 73 лет. Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума. Этот результат социальных, экономических изменений в стране, развитие массового спорта, продвижение ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь, всей системе здравоохранения. Притом президент отметил напряженность демографического периода. Он рассказал о таком ключевом показателе, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений в стране, которые приходятся на одну женщину. И число по предварительной оценке не так уж и велико, а конкретно полтора. В принципе, для стран Европы это нормальный показатель, но ведь Россия самая большая держава и страна, поэтому для нас все-таки это маловато. Ну, что же делать? Давай об этом и поговорим. И сегодня у нас в гостях Ольга Балдина, которая поможет нам ответить на некоторые вопросы, согласно этой теме заявленной. Ольга, кстати, руководитель Крымстата. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Спасибо большое, что нашли время, заглянули к нам с тропа раньше. Ну, собственно, давайте и поговорим. Да, конечно, и для нас с вами актуально говорить о демографической ситуации в Республике Крым. Могу сказать, что на сегодня в Республике насчитывается 1 млн 913 тысяч крымчан. И в статистике принято, касаясь вопросов численности, говорить исключительно о постоянном населении. Ну и, конечно же, отправной точкой, когда мы прослеживаем динамику по численности, когда мы вот демографический ряд выстраиваем, конечно, отправной точкой является перепись населения тогда еще в Крымском федеральном округе, перепись населения до 2014 года. И вот тут, сопоставляя вот ту цифру, которую я вам только что назвала, и численность, которая сложилась в 2014 году, 1 млн 891,4 тысячи, вот, собственно говоря, такая численность населения. Вы отчетливо видите, что произошел рост, но здесь нужно делать большое «но». У нас численность действительно приросла, но основной компонентой прироста является, конечно, миграционный прирост. Вот давайте вернемся к прошедшему 2019 году. По состоянию на 1 декабря у нас, вот численность-то я, собственно говоря, назвала, а если сравнивать с соответствующим периодом, допустим, прошлого года, то мы понимаем, что и прирост-то есть, 1 и 1 десятая тысячи. Но она произошла за счет того, что у нас миграционный прирост составил 8 тысяч человек, а вот естественная убыль 7 тысяч человек. То есть, ну вот такая вот, собственно говоря... Очень интересно. Да, вот такая вот разница. То есть, у нас прирастает население за счет того, что Крым посещают на сегодня, и в Крыму остаются жить. Давайте вот скажем следующее. Если говорить все-таки о естественной составляющей, о естественной убыли. За 11 месяцев прошедшего года, получается, что число родившихся составило 17,7 тысяч человек, а вот число умерших 24,7 тысячи человек. Но мы видим, что смертность все-таки превалирует. Превалирует, и основные причины смертности, они стабильны, к сожалению. Это, прежде всего, болезни системы кровообращения, второе – это новообразование, и третье – это уже внешние причины. Только справедливости ради могу сказать, что вот болезни системы кровообращения, их удельный вес стал несколько снижаться. Я думаю, что здесь благодаря все-таки новациям нашей крымской медицине. Ну вот такая история. А если вернуться все-таки к миграционной составляющей, то за прошедший период в Крым приехало 45 тысяч человек, а выехало порядка 37. Ну вот, собственно говоря, вот этот вот миграционный прирост, он и скомпенсирован. А если проводить некую статистику, уменьшается ли сумма, число между родившимися и умершими? Вот, смотрите, значит, опять же, вернемся к нашему прошедшему 2019 году. Значит, число родившихся по сравнению с соответствующим периодом до 2018 уже года, у нас сократилось число родившихся, к сожалению, сократилось более чем на 5%. Число умерших тоже сократилось. Ну, пока чуть около 1% снижения смертности. Вот не опережает, да, снижение смертности пока снижение рождаемости. А было ли в целом вообще такое? Когда-либо? Вы знаете, было, но это были отдельные территории. Отдельные территории Крыма, в частности, кстати, этим отличался, когда естественный прирост был. Этой ситуацией такой позитивный отличался Симферопольский район, ну и вот Советская. Ну, будем надеяться, что у нас 2020-й не так давно начался. Для кого-то, может быть, еще продолжаются даже новогодние праздники. И у людей много стремлений, много свершений, много надежд на то, что все-таки в будущем все будет лучше. Поэтому демографическую проблему уверен, перерастем, и все у нас на полуострове будет хорошо. Хорошо. Ольга Ивановна, вам огромное спасибо за то, что это утро провели вместе с нами, рассказали такую полезную информацию. Ну, а нашим телезрителям хочу напомнить, что это утро вместе с нами встретила Ольга Балдина, руководитель Крымстата.